Экономический эффект отрицательный. Такую резолюцию на проект предполагаемого повышения уровня Волги с целью вывода Чебоксарской ГЭС на проектную мощность готова наложить наверняка подавляющее большинство жителей Мариел. В действительности интересы региона уже однажды, это было в ходе строительства и после пуска ГЭС, серьезно пострадали. Затоплены плодородные земли и сенокосные угодья, исчезли многие поселки и деревни. А деньги, компенсация за причиненный ущерб, выделявшиеся еще в 80-е годы, так и не дошли до республики в полном объеме. Не так давно против нового подъема уровня Волги выступили и представители традиционной марийской религии. По законам физики, если где-то что-то прибывает, то обязательно что-то будет убывать. Подъем уровня Чебоксарской ГЭС до отметки 68 метров означает, что все расположенные выше ГЭС территории подвергнутся затоплению. Сумма предполагаемого ущерба 500 миллиардов, а стоимость обустройства зоны водохранилища в Чувашии и Мариел Нижегородской области 50 миллиардов рублей. Впрочем, в этих суммах еще не учтены затраты на ликвидацию и захоронение химически опасных веществ на территории Мариел Синюшкинского сибирьязвенного скотомогильника. Есть заключение ветеринаров, которое говорит о том, что скотомогильник может представлять угрозу в случае затопления. А если взять во внимание, что у нас такие крупные города, как Чебоксары, Новочебоксарск, Казань, Ульяновск, Тольятти, они сидят на этой речной воде на Волге, то, конечно, может быть очень даже серьезные последствия. Недавно стало известно, что при подъеме уровня Чебоксарского водохранилища под водой окажутся 59 деревень в Нижегородской области и около 10 в Мариел и Чувашии. Ну а целый район нашей республики, Горномарийский, поделился своими тревогами по поводу планов энергетиков самой главной властью в стране. Особого внимания с точки зрения жителей заслуживает тема возможных компенсаций. Помимо льготной стоимости электроэнергии, это могли бы быть инфраструктурные предприятия, обеспечивающие занятость населения. Впрочем, кроме обычных, решающихся путем общественных слушаний и переговоров на уровне региональных правительственных делегаций вопросов, есть сложности иного порядка. Представители марийской традиционной религии выступают против повышения уровня ГЭС, потому что в зоне затопления окажутся священные марийские рощи. Под воду пойдет ряд священных рощ, в которых молились марийцы на местах. Ну, сейчас не действует. Но здесь у нас мы не можем сказать определенно сколько священных рощ. Почему? Потому что в той стороне еще исследования не производились. Обеспокоенность представителей традиционной религии легко понять. В советские времена рощи вырубались, и лишь совсем недавно жрецы совместно с учеными приступили к составлению подробных списков всех священных языческих рощ. Если в северо-восточных районах республики белых пятен, связанных с местами молений, практически не осталось, то в Ганамарийском районе работа по писанию рощ еще и не начиналась.